Дорогие друзья, шалом алейхем. Смерть человека это всегда грустно. Современем мы забываем о него, и у нас уже не так грустно, но радости никакого нету в этом. Сегодня вечером начинается праздник Лагба Омер. Между праздник исхода из Египта, Песох, и праздник дарования Тора, Шавуот, есть неизвестный праздник, который называется Лагба Омер. Когда мы смотрим, что произошло в этом празднике, и почему мы радуемся, что случилось в этот день, мы узнаем, что 1861 год назад умер большой праведник Рабишимом Бар-Юхай. И поэтому мы радуемся. Еще больше. Есть место в Израиле, где он похоронен, Мирон, на севере Израиля, и в этот день собираются сотни тысяч евреев и танцуют, и поют. Это выглядит как пикник, как фестиваль для огромного количества людей. И спрашивается вопрос, почему евреи радуются в день Лагба Омер, когда такой праведник умер. Но причина, потому что он нас просил, что мы радовались в этот день. Рабишимом Бар-Юхай, это автор книга Зохар, Кабала, как нам известно слово Кабала. Он был очень большой мистик. И когда он совершил эту работу, он сказал, что я закончил свою миссию, я иду к всевишни, там, где душа моя должна находиться, это лучшая мистра, где евреи могут находиться. И я вам оставляю вот эта наука, вот мистика, которая называется Кабала. Радуйтесь в этот день, потому что я очень счастлива, что возвращаюсь в Ганейден к всевишнему. И от этого праздник Лагба Омер. Мы радуемся, что нам раскрыли такой секрет, который называется Кабала, Зохар. И идея Рабишимом Бар-Юхай была, что все, что в этом мире физическом, есть духовная составляющая, это душа. И если мы поймем душа, мы тогда поймем лучше, как жить в этом физическом, материальном мире. У человека есть душа, в этом большом мире есть душа. В нашей Тора, в пяти книгах Моисея, в пяти книгах Моше, есть тоже душа, есть духовная составляющая. И везде надо понять душа, тогда нам будет намного понятнее, как на шме работает, смысл нашей жизни. Мы будем намного более счастливы, рады и спокойны, если мы поймем духовная составляющая во всем, что мы видим в этом мире. Вот это идея книга Зохар. И поэтому евреи радуются в этот день, потому что намного легче быть евреи, намного легче справляться со всеми вопросами, проблемы жизни, когда мы учим книга Кабала. В наши дни учить Кабала очень тяжело. И есть книга Танья, которая написала Алтере, основатель движения Хаббат Лубавич. Оно основано на Зохар. И в эту книгу есть все, что нам надо от Кабала для хорошей духовной и физической жизни. Если взять один пример, что объясняется в Кабала, это о том, что мы должны понять, что одно и самое главное, которое есть в нашем мире и в духовном, в высоких духовных мирах, это объединение мужского образа и женского образа. Когда они объединяются и соединяются, от этого идет большое благословение и добро. И от этого добро, которое пускается в нашем мире, тоже есть то, что объединяется мужчина и женщина, муж и жена, если они объединяются по законам, правилам, так, как позволено, от этого есть очень много добро и благословения. Это самый главный источник добро и благословения, который может быть. И в нашем мире, и в высшедуховных мирах. И от этого мы понимаем. Что от того, что идет объединение и соединение, от этого есть большая браха и большое добро. От разъединения и от раздоров, от этого будет только беда и зло, и мы должны этого очень бояться. Везде, что было соединение любви и объединения, тогда мы получаем энергию и святости Всевышней в нашем мире. И, главное, это мир и объединение между муж и жена. Это мир и благословения, когда мы получаем энергию, и прихода Машииха. Зайд гизунт, шабет шалом.